Кальций Д3 Некомед. Турбота про свою красу уже зараз. Ну в СИЗО еще можно будет выступать, там будет перед кем. В гостях у нашего эфира Андрей Пянковский. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вы объясняете вот это принятие ситуации у российских пропагандистов и понимание того, что их неминуемо ждет суд в Гааге в случае поражения в войне? А оно тоже неминуемое? Да, его очень характерно. Та же Симоньянша выразила их общее настроение. Катастрофа. Нам катастрофой они считают то, что они окажутся на скамье подсудимых. Они устроили катастрофу для России, а беспокоит их только собственная судьба. Но я бы сказал, что эти настроения, они зашли очень далеко. Я вам сейчас приведу пару примеров. Последних дней буквально, когда самые ведущие, казалось бы, пропагандисты, законченные негодяи, военные преступники, хорошо известные Украине. Ну, например, Захар Прилепин. Он регулярно выезжает на Донбасс на сафари пострелять укропов. Вот он недавно спорил с той же самой Скобеевой о том, что удары по городам бессмысленны. Их нужно прекратить. Войны никогда этим не выигрываются. Нам нужны переговоры, паузы, паузы. Вот он откровенно сказал то, о чем все они, начиная с Путина, мечтают. Стелят соломку себе. Да, да. Скобеева в ужасе представляла переговоры с кем? С Зеленским? Да, с Зеленским. Ну, после этого он, конечно, не мог не остаться верен себе. Он добавил. Это его, так сказать, было такое смелое выступление. А вот соломку он постелил дальше. Он сказал, да, нужно паузу. Нам нужен новый Хасабьурт. Для того, чтобы через несколько лет мы, собрав, мобилизовав еще миллион людей, собрав оружие, довоевали эту ситуацию. Откровенно признал, зачем им нужна. Но главное, что он понимает, что война проиграна. Еще дальше пошел один такой. Это из фашистовающего лагеря. А вот и есть у них такие системные либеральщики. Алексей Наумов, по-моему, кажется, его зовут. Вот, видимо, тоже получил методичку. И одной из башен Кремля, он даже в запале таком воскликнул. А вот вы знаете, был один город во время Второй мировой войны, в котором не было ни воды, ни света, ни тепла, полного благодатия. Вы знаете, этот город не сдался. Вы помните, как его называли? Ленинград. А что вы думаете, что Киев? Вот такие настроения. И, кстати, я поделюсь одним впечатлением от вашей заставки. Там по ошибке мелькнул кадр примерно трехлетней давности. Потому что там был один русский и российский пропагандист, который они потом... Я забыл его фамилию, которого они потом отравили в поезде. Ну, тем же новичком, видимо. Но вот что меня обратило внимание... Это про виновников войны, да? Про виновников войны вы имеете в виду заставку там, да? Ну, прежние эпизоды из Кобеевской пропагандисты. Но меня поразило не это. Меня поразило Скобеева. Это молодая девушка. Была она этих... Она за эти два года, она чудовищно состарилась. Видимо, с ней происходит то же самое, что в знаменитом романе Уальде «Портрет Дариана Грея». Все преступления совершенные. А в конце мелькнул молодой Шапира. Он... То есть... Соловьев? Я советую вам вернуться потом специально в одной из ваших передач ждать. Скобеева 20-й, Скобеева 22-й, Шапира 20-й. Все написано на лицах этих негодяев. Кстати, в конце этого спича Скобеевой там Соловьев что-то пробормотал, что, мол, мы сотрем всех в труху. Но как-то неуверенно это прозвучало и уже, что примечательно, без ядерной риторики. Куда она подевалась? Ядерная риторика им запрещена сверху уже. Потому что Путин объяснили, что будет в случае использования ядерного оружия. Его лично просто убьют в тот же момент. Но хорошо, что вы мне напомнили снова про Соловьева. У него еще более удивительный случай был связан с этим ядерной риторикой. Выступал убежденнейший враг Украины. Один из самых опасных врагов Константин Затулин. Вы же прекрасно знаете. Он 30 лет требовал разрушить украинское государство. Так он на высоких тонах спорил с тем же Соловьевым. Опять же, начало все с ядерного оружия. Мы же обязаны защищать по нашей доктрине нашу собственную территорию. Херсонское, Запорожье, Запорожье. А как давно это стало нашей территорией? Поставил под вопрос святое вот эти конституционные изменения. И все это еще раз подчеркну. Это же очень управляемые люди. И Скобеева, и Затулин, и этот самый, о боже мой, Прилепин и Наумов. Просто уже разные башни спускают разные методички. А вот вы сказали по ядерному оружию, что Путину объяснили, что не следует о нем вспоминать. Вероятно, вы имеете в виду встречу Си Дзиньпина с Джо Байденом на саммите G20. Но тогда вот как можно объяснить вчерашний вот этот совместный воздушный рейд, провокацию китайских и российских истребителей-бомбардировщиков, когда они нарушили воздушное пространство Южной Кореи? Вот это представление для кого было? Ну, это представление для Си Дзиньпин, отказывая Путину в реальной помощи и политической. Прежде всего, что раздражает Москву, что Пекин, опасаясь вторичных санкций, не помогает Путину обходить эти санкции. Ну, а Си Дзиньпин в качестве продолжения своей игры готов вот такие пустые упражнения солидарности, как любят говорить в Москве пропагандисты, мы с Китаем спина в спине, ну, что ему не показать там вокруг территории Южной Кореи. Но я немножко соглашусь с вами. Да, это вот Байден и Си заявление, это было последней точкой в предупреждении Путина. Это, конечно, очень важно. Но гораздо важнее были те звонки, которые еще 2 октября сделали Соливан и Блинкин своим коллегам в Москве, и объяснили им, какие будут последствия в случае использования ядерного оружия. Американцы долго обсуждали вопрос, возможно ли акция. Они пришли к выводу, что ни в коем случае нельзя на это преступление будет отвечать таким же, то же использование ядерного оружия каким-то целям в России или Украине. Они могут нанести гораздо более болезненный ущерб России, используя свое конвенциональное оружие. И было объявлено, что в случае использования ядерного оружия, уже НАТО вмешается своими средствами. Ну, и в частности, в полчаса будет уничтожен Черноморский флот России, а дальше и судьба всего контингента оккупационного на территории Украины будет решена очень быстро. Ну, и кроме того, что Путин лично не переживет это свое преступление. Вот после этого вся риторика изменилась, но она очень интересно трансформировалась. Московские проградисты... А нам и не нужно было ядерное оружие, мы и не собирались. Зачем нам ядерный оружие, когда мы можем Украину обратить в каменный век конвенциональным оружием? И сразу же начали вот 10 числа, в этом мире, впрочем, был побочным эффектом отказа от ядерной риторики, была вот эта активизация программы уничтожения инфраструктуры, которая продолжается уже больше месяца. И надо сказать, и по итогам вчерашних заседаний двухдневного саммита НАТО, там было принято очень много положительных решений. Но все-таки такого решающего ответа на это преступление России не было до сих пор найдено. Но почему же? Решили выделить миллиард 200 миллионов на производство систем НАСАМС для Украины? Да, это самое главное. Это самое главное, в чем принципиально. Это впервые речь идет уже о заказах Пентагона для Украины промышленного комплекса. То есть не со складов, все. Склады это хорошо, но склады действительно кончаются. Об этом, кстати, была тоже большая... Еще одного диссидента назову на российском телевидении. И все с той же Скобеевой, безумно постаревшей. Скоро она совсем уже будет дряхленькой старушкой с клюшкой выйдет на сцену. Она начала обретействовать, что у американцев кончаются оружие на складах, которое нужно. Так ей ответил довольно известный военный комментатор Ходоренок. В Украине его хорошо знает. Он очень резко ее осадил. Да ничего не кончается. И произнес знаменательную фразу. Если американцы захотят, у них есть возможность окончить этот конфликт в самые кратчайшие сроки. Но мы с вами тоже это знаем. Что если американцы поставят ракеты «Этекс» и достаточное количество танков авиации, все кончится в неделе. Но заявление Ходоренка важно тем, что Ходоренок озвучивает позицию генштаба. Он отставной генштабист. И он позволяет себе говорить то, что генштабиста не моют. Это значит, что все в российском генштабе понимают, что вообще вся судьба этого режима все на ниточке, которую держит один поживой, к сожалению, не очень решительный человек в овальном кабинете Белого дома, который хочет принять это решение, что он не хочет так же, связываясь со вчерашним. Надо там много замечательных вопросов. Ну, например, мы платим за эту цену, за эту войну, но мы платим деньгами, украинцы платят. Означает, что рано или поздно, пусть не сегодня, но завтра, они решатся бросить все средства для того, чтобы окончить конфликт как можно скорее. Ну и Байден, извините, Блинкин на второй день. Целый час он объяснял то, о чем мы с вами говорим уже несколько месяцев. О том, что никакие переговоры с Путиным невозможны, потому что переговоры – это для него просто орудие получить пазу, перегруппироваться, и, возможно, единственный путь к миру – это полный вывод эвакуационных войск. То есть, настрой западополитический. Ну, мы видим, какими жесткими заявлениями делает тот же Папа Франциск. Ну, а тектонические изменения в политическом классе Германии. Тот Штайнмайер, который для нас был символом капитуляции, он заявляет, что невозможны какие-то приговоры и так далее. Да, все в один голос говорят, будут в Украине помогать столько, сколько нужно для победы. Это очень примечательно, действительно, такое невиданное еще в начале войны единство. Это когда кончает решение Запада, еще с Путиным кончать. Андрей Андреевич, давайте обсудим сейчас общественное мнение. В России Путин наверняка, для него это стало неприятным сюрпризом, резкое увеличение антивоенных настроений в российском обществе. За мирные переговоры с Украиной выступает 55% россиян. Эта цифра за последние месяцы вдвое увеличилась. Причем это был закрытый опрос, проведенный по заказу Кремля. Ранее такую же статистику проведил единственный независимый в России соццентр Левада. Что будет делать с такими настроениями россиян Путин? Будет под них прогибаться или же дальше всех нагнет очередной мобилизацией? Вот это центральный вопрос мобилизации. Ну, вот этот обвал общественного мнения, настроения, это следствие той бомбы, которую он заложил под всей социальной системой своей власти. Это, конечно, мобилизация. Никто... Да, опять же, вчера... Я уже основными аргументами в ходе нашей с вами беседы становятся цитаты российских пропагандистов. Ну, проговариваются, проговариваются. Это потоком идёт, это уже не проговорки, это основной фон. Вот, знаете, в этого негодяя, конечно, некто Ходоковский, руководитель этого, как называется, отпор, центр, я не знаю. Вот, он вчера там рассказывал о том, почему так трудно идут дела. И он проявлялся, никто же в России на войну идти не хочет. Ну, конечно, никто не хочет. Но военнообязанных в России 25 миллионов человек. Вот вы удивляетесь с двигом общественного мнения. Вот все эти 25 миллионов сейчас, никто из них не хочет. Потому что все безумцы, имперцы, которые хотели идти, эти всякие моторилы с автопомоек окраинных России, они все уже ушли давно за эти 8 лет. Они все уже похоронены в украинском чернозёме. И 25 миллионов – это потенциальные недовольные. Никто из них не хочет. И все они с ужасом ждут следующей мобилизации. Ну, ситуация такая, что с военной точки зрения Путина для продолжения войны, конечно, необходима масштабная мобилизация. Другой аргументации у него на поле боя нет. Кстати, вчерашнее заявление Шольца очень интересное. Ну, оно отражает общее мнение, что Россия никогда уже не сможет никаких успехов достигнуть на поле боя. Но он же должен понимать, что бросив еще там объявив миллион, вы представляете, насколько возрастут эти протестные настроения в России? Но, откровенно говоря, самую главную угрозу Путина составляет не настроение не массовое, а настроение в бункере и около бункера. О, интересно. Вы на этой неделе сказали, ни у кого в бункере не осталось сомнений, что эту войну Россия никак не выиграет. Единственный, кто стремится доказать обратное, это, вероятно, сам Путин. Что тогда сейчас может там происходить? Вы можете предположить за спиной у Путина? Ну, я это могу не предположить. Я могу об этом судить по тем разговорам, которые ведет здесь пятая колонна путинская в Соединенных Штатах, агентура и так называемые полезные буржуазные идиоты. Ну, тексты примерно. Да, мы понимаем, что война проиграна. Но войдите в наше положение. Представьте себе, что это, в частности, влияет, частично влияет на решения американские. Мы же прогрели, что они как-то осторожничают от последнего решительного броска. То есть все, еще одно, что еще поразительно в вчерашнем заседании в Брюсселе, было постоянное, в разных контекстах использовано слово «победа». Вот вступление в НАТО после победы в Украину, трибунал, да, после победы в Украину. То есть уже победа, она воспринимается как данная, и это уже не обсуждается. Но весь вопрос, когда победа? Вот через, как сказал Катаренов, в кратчайшие сроки, ну, через два недели или через несколько месяцев. Вот здесь еще, а что их сдерживает? Вот сдерживают эти тексты российской агентуры. Мы понимаем, что мы проиграли. Но представьте, если победа Украины будет оглушительной, стремительной, совершенно позорной для России, ну, Путин уйдет, это естественно. Но мы все уйдем. Рухнет вся политическая система. Возникнет, что в России в подобных случаях, вы прекрасно знаете из истории, это русская смута, это гражданская война. У нас вот уже есть две частные армии Кадырова и Пригожина. Вроде появляется третья, которая какое-то Министерство обороны. Вы хотите... Да, Украина восстановит свой дирижальный центр, но за пределами этой границы останется громадная страна с химическими, ядерными производствами, с возмущенным населением. Слушай, но в таком случае кто-то должен быть в окружении Путина, с кем теоретически мог бы Запад договариваться? То есть кто-то такой за спиной Путина, кто может ввести сейчас двойную игру, как бы вроде бы он с Путиным, и в то же время он договаривается о каких-то гарантиях. Вы пишете на наших глазах сценарий второго Штирлица. Кто за спиной? Помните целый фильм, который весь вся страна смотрела? Там кто за спиной? Все гадали. Или Геббельс, или Гельника, или Борман, или Гиммлер. Вот все эти персонажи есть. А они у нас есть. Или Патрушев, или Ковальчуки, или Нарышкин. Конечно, эти процессы идут. Вот почему? Потому что для Путина-то никаких выходов нет. Он уже назван военным преступником. Вчера трибунал обсуждался. А для других есть выход. Они смогут продать Западу... Вот был страшный Путин, которому всем угрожали. А мы от него и вас избавили. А теперь вот войдите в наше положение. Помогите нам удержаться от власти. Уговорите украинцев как-то мягенько нас капитулировать. Вот такая идет игра, понимаете. Идет игра о цене, уже даже не о цене поражения. Цена поражения переговора начались после уже жестов доброй воли в марте. Они поняли. Сейчас идет вопрос о цене капитуляции. Каковой будет капитуляции. Но здесь Украина одержала очень твердую... Вот результат, вчерашний саммит, это результат переговоров Салливана 5 ноября в Киеве. Конечно, он приезжал прощупать почву, повести зондаш. Как вот у Киеве. Но ему был дан очень твердый отпор. Так же, как еще 16 июня тройки европейских лидеров. И Запад понял этот сигнал, и все, и Байден, и Блинкен, и Стоутнер, все они повторяли никаких переговоров. Только, о, есть свежая, у меня свежая новость, которая немножко разрушает эту благостную картину. Пожалуйста. Ну, конечно, Макрон, который сейчас... А, да, конечно. Да, с Джо Байденом. Он пискнул сегодня где-то на какой-то пресс-конференции, пискнул, что сохраняется еще возможности переговоров. Ну, оппозицию Франции... Ну, хорошо, пусть говорит что угодно. Дает какое-то количество Цезаря, и слава богу, но что с Францией еще взять? Спасибо, Андрей Андреевич, за ваш анализ. Андрей Пянковский был в нашем эфире, политолог и публицист. Мы всегда вам рады, Андрей Андреевич. До новых встреч. Спасибо, до свидания. До свидания.